Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Тямыч, что же, обновление, железо у меня продолжается, незадолго, перед новым годом, собственно говоря, вот обновил видеокарту, да, у меня была RTX 2060 Super, прослужила она мне верой и правдой два года, но настало время обновления, и, соответственно, вот перед самым новым 2023 годом я взял Полит Геймрок RTX 3080, вот, поэтому, собственно говоря, все бы хорошо, но, чтобы был баланс, да, чтобы и видюха себя раскрыла, да, и процесс был более производительным, у меня сейчас 3000 на Ryzen, да, Ryzen 9 3900X В общем, я решил взять более такую лучшую, с точки зрения игровой производительности, версию, собственно, Ryzen 9 5900X Вот, в свое время, опять же, по-моему, насколько я помню, осенью, поздней осенью 2020-го 5000-е Ryzen вышли Вот, и на тот момент они произвели, ну, действительно, фурор, то есть, там, 9-е, 10-е, 11-е поколение Intel, извините, да, оно ничего не могло противопоставить 5000-ым Ryzen, а только вот с выходом 12-го поколения Intel все-таки чашу весов в свою пользу перевесили Вот, но, собственно говоря, AMD не, скажем так, не отдыхали, да, они вот выпустили 5800X3D, потом 7-тысячные Ryzen выпустили И 12-е поколение, они, в общем, догнали, правда, не так давно вышло уже 13-е, вот, которое все равно покруче 13-е поколение Intel'ов Но, вот, в скором времени тоже представят 7-тысячные Ryzen X3D с 3D-кэшем, которые будут еще круче Но, собственно, в чем прикол Процы AMD-шные с 3D-кэшем, они довольно узконаправленные, то есть, это чисто конкретно игровые процы Они круты в играх, но, допустим, в каких-то уже рабочих задачах они посасывают То есть, например, тот же 5800X3D, он в плане, например, рендеринга видео, да, обработки видео, он наступал даже у моего 3900X Поэтому, собственно говоря, я вот долго думал, что здесь, вот, собственно говоря, 5900X, да, Ryzen 9 Либо 5800X3D, да, 8-ядерник с 3D-кэшем Но потом я все-таки понял, что, как бы, опять же, я не просто в игры играю А вот тоже как раз занимаюсь обработкой видео, видеомонтажом, в фотошопчике там что-то делаю И, соответственно, мне важна большая универсальность процесса, да Нежели, допустим, он просто будет крутой в играх, но посасывается, как бы, во всех остальных задачах Плюс, опять же, стриминг, это важно Вот, поэтому я все-таки остановил свой выбор на Ryzen 9 5900X Тем более, сейчас, даже вот в таком барыжном месте, как DNS Он стоит сейчас в районе 30... ну, 32 тысяч Но, я думаю, это отличная цена сейчас для такого процесса Почему взял именно пятитысячный? Ну, просто потому, что у меня, как бы, мать, материнская плата на AM4 А переплачивать за новую платформу, да, там, AM5, 7000 на Ryzen Плюс они поддерживают только память типа DDR5 Ну, слишком дорого Вот, поэтому, как бы, это, можно сказать, мой последний такой апдейт текущей платформы Ничего круче, я сюда все равно уже не поставлю И поэтому я решил, ну, а еще, собственно говоря, не проапгрейдиться до, скажем так, уже Последнего поколения параца, который потянет моя мать Пятитысячный Ryzen, шикарная платформа, даже 5900X и по сей день Шикарно, судя по тестам, да, работает Как в играх, так и в рабочих задачах Ну, собственно, насколько лучше будет производительность в играх Мы сегодня как раз и посмотрим в этом видео Вот, в сравнительном тесте То есть мы будем сравнивать, что круче Ryzen 9 3900X в связке с RTX 3080 Либо Ryzen 9 5900X в связке тоже с 3080 Вот Ну и что еще Вот сейчас я буду распаковывать Буду прошивать мою материнку Для того, чтобы она поддерживала Пятитысячные Ryzen Точнее она и так поддерживает Но до последней порошевки, короче, сейчас скачаю Биус, да, для моей материнской платы И еще до кучи я на Ryzen 9 5900X закупил, собственно говоря, кулерок Это у нас Deepcool AS500 Собственно говоря, чем крут кулер И сразу еще скажу, да, то, что есть еще версия AS500 Plus С двумя кулерами И вы скажете, а что тем, что не купил версию с двумя кулерами Я скажу, что, опять же, судя по тестам Толку от второго кулера сзади вообще никакого Ну, в плане охлада процца Там разница всего лишь в один градус, да То есть, типа, кулер с двумя вертушками всего на один градус Лучше охлаждает проц Но он шумнее Он куда шумнее с двумя вертушками, чем с одной Хотя, в принципе, вот я читал Вот эта вот 140-миллиметровая вертушка Она вполне тихая Но если с двумя кулерами Уже будет более шумная Единственный толк от второго кулера сзади В AS500+, в том, что он, ну, типа, неплохо ВРМ-ку материнской платы охлаждает Но, опять же, у меня, в принципе, как бы там Уже свои радиаторы, типа, есть Которые зону ВРМ на материнке охлаждают и так хорошо Поэтому, ну, необходимость во втором вентиляторе Здесь вообще не нужна Вот, поэтому сейчас вот эту вот сборочку Я сейчас буду ставить на свой системник А там, получается, что? Сейчас, на данный момент у нас с вами Стоит, да, вот Ryzen 9 3900X И башня у меня сейчас на данный момент Это, ну, китайщина, типа ID Cooling SE234 ARGB В принципе, как бы Вполне неплохо он охлаждает Даже вот такого 12-ядерного монстра Как Ryzen 9 3900X Но 5000-ый Ryzen Вот 5900X Мне кажется, он уже будет с большим трудом охлаждать Поэтому, чтобы, как бы, получить максимальную частоту и максимальную производительность Вот, я все-таки решил Поставлю AS500 от Deepcool Кулер хвалит Все практически Кулер хороший Единственный у него нюанс, в чем заключается Он очень высокий У него, по-моему, 164 высота миллиметров Вот, не во все корпуса он влезет Но, в принципе, если у вас там полноразмерный Скажем так, ATX, да, там, типа Full Tower Корпус, то все должно быть нормально Это первый нюанс И второй нюанс заключается в том, что Ну, короче, да У него не особо плоское вот это вот основание Да, оно, вот То есть, типа, у него есть горбатость по центру Есть такое дело Но, опять же, я смотрел тесты с этим кулером Он охлаждает вполне себе В принципе, нормальные значения Я где-то на ютубе у чувака посмотрел Там у него вообще что-то в районе Ну, 74 градусов, короче Это в стресс-тесте, еще раз напомню То есть, в обычных сценариях Там он будет еще холоднее Поэтому, ну, несмотря как бы на все минусы Это должен быть хороший кулерок Вот, плюс он еще удобный Типа, он не гигантский, он не громоздкий Довольно тонкий, просто высокий И, несмотря на то, что тут вертушка 140 миллиметров Она вообще не мешает установке оперативной памяти Вот, поэтому он меня порадовал Даже тут есть небольшая тоже RGB-подсветка Вот, в общем, сейчас буду прошивать свою мать Удалять из текущей материнки кулер с просом И ставить вот этих ребят, собственно говоря Чем сейчас я буду заниматься Так, я тут уже довольно активно занимаюсь С заменой проца Я старый проц уже убрал Собственно, уже, да, вот поставил 5900X Сюда убрал старый кулер Вот он, собственно говоря Вот, ID-кулинг С двумя кулерочками Блин, он пипец, конечно, пыльный Буду его прочищать Сейчас поставлю вместо него вот этот вот шикарный ID-кулинг AS500 Ну, короче, что я хотел сказать-то еще Короче, на железных форумах уже давным-давно Ходят так называемые городские легенды Что якобы вот AMD-шные процы, да, из-за того, что тут нету там, типа, придерживающей крышки Да, вот как, например, в интеловских процах То, что, типа, когда ты начинаешь извлекать кулер, да Это надо делать прям очень аккуратно А то, типа, будет вероятность, что Если ты просто вот так вот, типа, вынешь кулер То ты можешь вынуть, типа, сам кулер вместе с процом Типа, он может прилипнуть И, соответственно, ты погнешь ножки на проце Вот, я поэтому сейчас тоже, когда извлекал кулер, очень боялся там как-то помять Ножки вот на моем 3900X Ну, как вы видите, все отлично, они на месте, все шикарно Знаете, смотрите, на самом деле, я думаю, это все на уровне городских легенд Потому что, на самом деле, нужно две вещи просто-напросто Чтобы таких проблем не было Первое Это мазать качественной термопастой, как я уже сказал, вот, типа, Arctic Cooling, да, MX-4 Почему? Потому что качественная термопаста, она даже спустя много-много лет Она сохраняет, как бы, свою вязкость и не твердеет Вот, а если вы термопасту, говно термопасту используете, да То, соответственно, она может у вас уже, не знаю, там, через год затвердеть И, соответственно, да, у вас могут действительно возникнуть проблемы С извлечением, там, как кулера, так и процессора Поэтому, первое, используем нормальную термопасту Потому что, вот, я прошлый процесс смазал тоже MX-4 И сколько, вот, он два года проработал, да Я 3900X в 2020 году взял Короче, посмотрел, извлек кулер, термуха вообще как будто вот ток нанес То есть, все шикарно Вот, и второе, второе, значит, даже если вы, допустим, использовали плохую термопасту Она уже такая в полузатвердевшем или вообще затвердевшем виде То, чтобы безопасно снять с процесса кулер, его отделить Я вам что рекомендую сделать? Я вам рекомендую перед самой вот этой вот операцией, да По извлечению кулера и процесса Запустить на своем компе стресс-тест программы OCCT Ну вот, я ссылку в описании оставлю Короче, делайте хотя бы получасовой прогон Можно даже в режиме экстрим И, соответственно, еще получается Кулер нагревается, да, довольно до высокой температуры Проц тоже нагревается А вместе с кулером и процом нагревается также и термопаста, по идее Ну, как я понимаю И, соответственно, она уже из твердого состояния Уже в такое более-менее норм приходит И, соответственно, как только вы заканчиваете прогон стресс-теста OCCT Вырубаете комп и сразу же принимаетесь к извлечению кулера Да, там, вместе с процом, допустим Вот, я уже, когда извлек кулер Соответственно, что-то открутил болты Вот так вот, типа, из стороны в сторону Да, там, не просто вот так вот взял и извлек кулерок А вот так его покрутил из стороны в сторону Но он практически сразу у меня от проца отцепился То есть я вообще даже никаких усилий не производил Потому что у меня нормальная термопаста То есть я его просто болты снял Вот так вот чуть-чуть еле-еле из стороны в сторону И он у меня практически сразу сам и отцепился Поэтому, как бы, не бойтесь Вот, я говорю Мажьте нормальную термопасту Проводите стресс-тест OCCT Вырубайте комп И после этого, не знаю, кулер у вас сам отцепится от процца Так что, вот, не переживайте Это всё байки о том, что вот, якобы Из-за того, что нет защитной крышки Типа райзены Там, блин, будут выдираться из сокета Это всё херня полная Не слушайте дебилов Ну, в общем, вот так вот теперь выглядит Вот эта вся красота Да, тут немного от крышки, конечно, отсвечивает Вот, ну, кулёк прям Прям мне нравится Хорош 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 Довольно тонкий При этом большой И, как бы, я посмотрел по тестам У него производительность Типа на уровне Такая же, как у AK620, например Вот Ну, типа, Deepcool, да Который намного более Большой, да Намного более гигантский Ну, вот, поэтому Хорош шкулёк 140 мм У него вентилятор вообще шикарный Ну, и такая довольно строгая RGB-подсветочка То есть, она особо вот в глаза Не падает, да То есть, вот этот только блок Наверху самого радиатора Там Подсвечен Ну, вот Поэтому, ну, такая довольно Строгая получается Вот у него тут Стилизация у этого кулера Что ж, друзья Давайте Тем временем Переходить уже К Тестам По производительности По температурам Да По играм И тут, на самом деле Будет один нюанс Который, конечно, меня очень Ну, скажем так Неприятно удивит Но об этом позже Итак, собственно Перед тем Как Я буду показывать Сравнительные тесты Вот Я когда сказал, что я немного Разочарован, да Чем, собственно говоря Разочарован Посмотрите сейчас Графики, да Ну Во-первых Температура То есть, сейчас С включенным ОБС Да, на запись Ну и, собственно говоря Вот игрой в Киберпанк Тут все на максимуме А, как вы видите Температура Проца 82 градуса Это прям Это дохерище Это очень много Как вы видите Это просто Дохера 83 градуса Короче Но она сейчас Поднимется Там до 84 85 Это максимум Что я видел Вот И Да, короче Проблема с Температурами Это первое Второе Значит Я тут уже покатался Скажу сразу Что По FPS Разницы С 3900X Его практически нет То есть 5900X Он FPS Показывает Примерно Плюс-минус Такую же Как 3900X Опять же Вот в разрешении 2К Ну плюс Еще надо понимать Что у меня Сейчас Запись экрана Да ОБС Она отжирает Там где-то Несколько кадров Секунду То есть Сейчас тот FPS Который вы видите Он на самом деле Выше Но выше Не намного Сильно Там буквально Может максимум Там я не знаю Кадров На 2-3 Там Может 4 Максимум Вот Поэтому Реально FPS выше Чем сейчас Тот который вы видите Но не ошибка Намного Ну вот уже 84 градуса У процесса При этом Толк-то Мало А я когда Запустил Только игру У меня Тут Частота Бустилась До 4.7 То есть 4700 МГц Сейчас Из-за нагрева Как вы видите Частоты падают До 4.4 Вот Будем еще Дольше играть Спроц будет Еще выше Троттлиться Температура Выше Соответственно Еще Выше Будет И температура И троттлинг Поэтому Вот что В отличие От 3900X К сожалению Придется Заниматься Даунвольтингом В 5.900X И это Неизбежно Поэтому Я что хочу Сказать Если вы Допустим Там я не знаю С 1000 Райзена 2000 3000 Райзена Решили пересесть На 5000 Даунвольтинг Неизбежно Я еще Был удивлен Еще у меня Типа Диппул АС500 Что ли Не справляется Да С Протцом Я смотрю Там Блин ЦП Блин 85 градусов Думаю Что за херня Блин Типа Неужели Действительно Водянка Что ли Нужна Для Протца Да Для 5.900X Но Как оказалось Все намного Прозаичнее Мы будем Сейчас играться С даунвольтингом И вы увидите Что На самом деле Это особенность Протца А не Говнокулера АС500 Вполне Норм Справляется Ну Типа Для Вот Тех Условий Да В которых Работает 5.900X Просто В стоке У него Увеличены Лимиты Мощности И Соответственно Вот из-за этого Как бы Потребляется Больше Энергии 5.900X Работает На куда Больших Частотах Чем 3.900X Я помню Что 3.900X У меня Ну Максимум Что я видел Это 4.2 Или 4.3 Как так Максимум У меня До 4.4 Поднимался И все Я выше Не видел А У 5.900X Он может Сейчас Легко Подняться До 4.7 4.7 Мегагерц Но Долг Так Не проработает Потому Что Поднимется Температуру Видите Уже 87 градусов Бедный Кулек Короче Что хочу Сказать В стоке В стоке Из коробки К сожалению 5.900X Нормально Не знаю Там Наверное Не будет Работать Наверное Ни с какой Воздушкой То есть Это Это Надо Нам Не знаю Там Типа Если Вы Не Хотите Сейчас Париться С До Вольтингом С настройкой Частоты В настройках Материнской Платы Тогда Наверное Берите Сразу Трехсекционную Водянку Только Наверное Она Вас Спасет А Всем Остальным Сейчас Я Вам Покажу Какие Температуры Кулера Протца Вы Увидите После Шаманства С Чистотой С Вольтажом В настройках Материнской Платы И поймете Что Допустим Тот же Deepcool IS500 Который Я взял Он Вполне Себе Сможет Справиться С процессом Просто Сам по себе Вот такой Вот Кстати Я слышал Что С С С Райзен Еще Все Куда Как Хуже Там Они Еще Горячее Поэтому Там Надо Практически Сразу Тоже Лезть В настройках Материнской Платы И настраивать В общем Сейчас Проведем Равнительный Тест И Так Собственно Давайте Посмотрим Сейчас Мы Смотрим Результаты В стоке Без Каких Либо Изменений Со стороны Проца Да То есть Я еще Не занимался Даунвольтингом Вот Как он Из коробки Так Он Вот Сейчас Нам Результаты И Показывает Ну И Заодно Сейчас Вот Можете Сравнить Там Количество ФПС С 3900x Я сейчас Сравнительное Видео Вам Покажу Примерно Я говорю Плюс Минус Все Так же Я тут Еще На Температурных Датчиках Там Типа Побольше Поставил Сейчас Д5 900x Энергопотребление В ватах Частота На каждом Из ядер И так Далее Что ж Как мы видим Потребление Процесс Здесь уже Практически 80 градусов 100 ватт И Температура Будет Только Расти При этом Еще раз Повторюсь Вот Я Я Сравнивал Я Смотрел ФПС Там 5900x С 3900x Как вы Сами Можете Видеть Но Плюс Минус Там Примерно Одинаковый При этом Как бы По частоте 3900x Проигрывает 5900x Но Как говорится Одна Только Частота Она Не Решает Что же Как мы видим Процесс Прогрелся До 83 градусов Мы Буквально Пару минут Играем А Дальше Он Будет Еще Горячее Это Надо Понимать При этом Да Я хочу Заметить Что Какого Прям Прироста По Производительности Опять же В 2К В разрешении 2К Вот это Киберпанк Максимальные Настройки Графики Да Я играю С лучами Опять же Сейчас Я Честно Гре Я не вижу При этом Просто Греется Как Мразина На стоке Итак Собственно Я Сейчас Попробую Сделать Даунвольтинг Со стока До Соответственно 4.4 Мегагерца С Вольтажом 1.1 Вольта Посмотрим Как изменится Картина Итак Собственно Давайте Зайдем В настройке Материнской Платы Выберем Расширенный Режим Advanced Mode Да У меня Тут Почему-то При подключении Второго Монитора Инфоток На второй Монитор Выходит На основной Нет Смотрите У нас Сейчас Все На Автоматических Настройках Да То есть Как оно В стоке Из коробки Проходит Происходит Но Как мы Видим Блин Такие Температуры Никуда Не годятся Да Можно Там Посмотреть Даже через планировщика Заданий Виндус Что Через Диспетчер Задач Точнее Винды Что там Проц Может Чуть ли не до Четырех Семи Разгоняться Он Может Умеет И вполне Практикует Только Нам Толку От этого Знаете Ну Никакого Абсолютно Потому что Температура Она Просто Ужасает Вот Где-то Минут Десять Пятнадцать Поиграть В киберпанк На высоких Настройках На максимальных И там Уже Температура Процабрена Под девяносто Будет Поэтому Это никуда Не годится Итак Значит Смотрите Что мы сейчас Будем делать Я сейчас Буду Лочить Чистоту Процабо Всем ядрам На 4.4 Гигагерца Да И Сделаем Соответственно Вольтаж С авто На 1.1 Посмотрим Как Пойдет Ситуация По температуре Итак Значит Да CPU Ratio Мод Все ядра И Нам Нужен Вот здесь CPU Clock Ratio Значит У нас Стоит Авто Давайте Попробуем С авто Поднять До Ну 44 Дайте Попробуем Типа 44 Это Есть 44 Потому Что Там Как Высчитывается И мы Сейчас Фиксируем На всех Ядрах 4.4 Мегагерца Это Умножается На 100 Вот На множитель Clock Control И Как раз Получается 4400 Мегагерц Все Мы Зафиксировали Короче На 4.4 Гегагерца Частоту Проца И Поставим CPU Vcore На 1.1 Вольт По идее Должно Нормально Работать Вот 1.100 Так Давайте Сохраним И Посмотрим Что нам Покажет Киберпанк Уже В плане Вот этих Вот настроек F10 Yes И Так Собственно Как мы Видим Блин Абсолютно Такое 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 Количество FPS При Этом Как мы Видим Температура Проца На Золочных Ядрах На 4.4 Но Она Куда Приятнее Как мы Видим 58 FPS 57 55 Было В принципе Абсолютно То же Самое Все Показывает По кадрам В секунду Но При этом Блин Куда Как Приятнее Температура Просто Посмотрите Теперь AS500 Показывает Вполне Се Приемлемые 59 Градусов Прям Прям Вообще Хорошечно Ну 60 Но Опять же Все Куда Как Приятнее Уже По Температурному Балансу И Мне Почему Кажется Что Даже Как Не знаю Игра Что Как По Более Стабильные 60 FPS Сейчас Показывает Ну То То Не Понятно Она Отпрыгает 55 59 57 Но Тем Тем Не Менее Ну Вот Сейчас Уже Температура 61 Хотя Вот Опять же Если Сравнивать С Стоковым 3900x Да Когда У меня Был Еще и Другой Кулер ID Кулинг Да SE234 Там Что То В Районе 70 73 74 У меня Было Поэтому Вот Да Я сначала Гнал На AS500 То Что Это Типа Какой-то Плохой Кулер Все дела Там Не может Охладить А Дело То В чем Дело То В Проце На Сам Дело Что Прот Такой Сам По Себе Такой Прот Что Да Если Его Оставить Вот В В Стоковых Значениях Да Если Его Не Доунвольтить То Не Задавайте Ему Фиксированную Частоту То Соответственно Он Будет Греться Как Морозин У него Частота Будет Прыгать Туда Сюда Соответственно Там С 4 Каких Нибудь Там И 3 Там Да 4 С 7 И он Будет Греться Прям Вот Пипец Как Здесь Мы Видим Ну 63 Градуса 63 Градуса Это Офигенно Это Здоровская Температура Очень хорошая Ну И как Мы Видим Вот 60 ФПС 62 Там Я Опять же Запустил Шадоу Плей Он Съедает Где-то 2 2 Максимум 3 ФПС То есть У меня Сейчас На самом Деле Где-то 63 64 Кадра Ну Вот Как мы Видим Играем Играем Пока Да И Вот Выше 64 Градуса Но Опять Что До Каких Там Сверхзначений Типа 87 Да Там Как У нас Было На Прошлом Видео Тут Нет Все Стабильно Нормально Итак А теперь Ребят Давайте Знаете Что Сделаем Давайте Я все-таки Повышу Частоту До 4 И 5 И До Вольт Тоже Повышу До 1 2 Не Может Он Конечно 4 И 5 Будет И на 1 1 Нормально Держать Но Посмотрим Сейчас Итак Собственно Давайте Сейчас Клок Рейтио Ну Ради Интереса Повысим До 45 То есть Типа 4.5 ГГц Я думаю Выше Подниматься Смысла Уже Особого Нет Там 4.6 4.7 Там 4.7 Это Вообще Предельное Как бы Значение Ну По крайней Мере Для моей Системы Что я Видел Да Там Он Выше 4.7 Не Поднимался А Давайте Сделаем Стабильный 4.5 ГГц При Вольтаже Давайте 1.2 Я уж Возьму Возьму Сразу Скажем Так С Запасом Так Один Самое Минимальное Что-то 1.202 Да Тут Еще Есть 1.2.50 1.2.20 Ну Давайте 1.2.0.2 Посмотрим Вот с такими Параметрами 1.2.0.2 И 4.5 Как оно Будет Вести Система В принципе Сохраняем И Смотрим Ну Там Скорее Все Температура Будет Уже Повыше Но Я думаю В пределах Нормального Да Вообще Абсолютно Так же Да Все Абсолютно Так же Да Ну Температура Сразу 61 1 градус Соответственно Она там Будет Ну Больше Чуть Подниматься Дальше Блин Управление Конечно В киберпанке Говно Полное Типа Ну Да Как мы Видим FPS 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 Такой же Мне кажется Maybe yes Maybe no Ну Не знаю Как вам Мне кажется Особых Изменений В Производительности Нет То есть Как было Так оно Осталось Да Ее Крэн Бабая Да Полиция Тут В последних Патчах Стала Более Такой Навязчивой Ну И как Мы Видим 65 Градусов 66 Ну В принципе Нормально В принципе Нормально Опять же Разница В FPS Я Блин Не вижу Никакой Да Ну Вот На 100 Мегагерц Подняли 100 Мегагерц Особой Погоды Как Не делали Ну Да При этом Проц Стал Горячее Уже 66 67 Градусов В то На 4 4 И 1 1 Вольт Соответственно По-моему Мы даже До 67 Не поднимались Но в принципе Тоже Вполне Терпимая Температура Для Для Нашего Кулечка AS500 Вполне Смепчем И Нет Итак Собственно Как вы можете Видеть В Киберпанке 2077 Какой-то Принципиальной Разницы Между Ryzen 9 3900X И Ryzen 9 5900X Ее нет От слова Совсем То есть В любом Режиме 5900X Да Будь то Сток Или вот При Андервольтинге И Локи По частотам Количество FPS Всегда Будет Одинаковое С Ryzen 9 3900X Я Поначалу Думал Ну Блин Да Наверное Это Жило на мыло Реально Но Потом Я все таки Подумал А давайте Посмотрим Другие Игры В принципе На Киберпанке Свет Клином Собственно Не сошелся Плюс Сама По себе Игра Киберпанка Насколько Я знаю Она Во первых Не особо Любит Процессоры AMD И Это Во первых А во вторых Ну Она Сама Вы знаете Довольно Херово Оптимизирована Поэтому Давайте В качестве Примера Еще Не знаю Там Приведем Как минимум Вот Mafia Definitive Edition Посмотрим Как Дела Обстоят Там Ну И возможно Сейчас Еще Какие Нибудь Примеры Игр Приведу А вот В Mafia Definitive Edition Результаты Уже Куда Намного Интереснее Итак Соответственно Давайте Посмотрим Самое Начало Разница Где-то В 20-15 Кадров Между 3900X И 5900X И Здесь Да Здесь Хотя бы Вот В отличие от Киберпанка Разница Видна Вот что Называется Разные Игры Разные Движки Разные Технологии И соответственно Разная Оптимизация А здесь Хотя бы Вот Невооруженным Глазом Действительно Видно Превосходство 5900X Над 3900X То есть Мы видим Большую Производительность Да Вот Тип 112 FPS 121 Да Вот Где-то 5900X Против 3900X И Разница Она Ну Всегда Плюс Минус Где-то Между Этими Процами В 10 15 20 Кадров Вот Как-то Так Куда Больше Моментов У 3900X Где Он Соответственно Просаживается Да FPS Тут Меньше А У 3900X 5900X Показывает Куда Собственно Говоря Большую Стабильность Да В плане Вот Кадров Секунду Он Постабильнее И Соответственно Показывает Их Выше То есть Постоянно Да Находится На более Высоком Уровне Кадров Секунду Чем 3900X 3900X Он На самом деле Там В самом Начале Когда мы В режиме Свободной Поездки Только-только Там Выходили Из Бара Сальери Показывал Где-то Типа 130 120 Кадров А Потом Собственно Когда мы Находились Непосредственно В городе Вот Тут Постоянно Просадки Там До 90 95 Кадров Секунду А так Вот В среднем 100 104 Там 115 Кадров Но Случаются Да Действительно Просадки До 90 Резко У 5900X Такой Проблемы Нет Да Там Иногда Тоже Очень редко Случаются Просадочки Но FPS Он Прям Держит Хорошо Ровно В общем Без Каких-либо Претензий Поэтому Да Вот В Mafia Definitive Edition Прям Это видно Это видно Превосходство 5900X На 3900X Я Я Уж Думал Что Блин Все будет Как в Киберпанке Короче Но Вот Как мы Видим Нет Все Таки Действительно Прирост Есть Прирост Есть И Большая Стабильность Пожалуйста Отправьте Еда Патруль Все Итак Horizon Zero Dawn Итак Как мы Видим В принципе В начале Роликов Идет У нас Относительный Паритет По FPS То есть Нет Прям Ярко Выреженного Лидера Но Мы Все равно Видим Что 5900 Выше Сохраняет Максимальный FPS В то Время Как У 3900X Вот Идут Даже Там Были Просадки 99 Кадров В то Время Как На 5900X Все Куда Стабильнее По FPS То есть Тут Сохраняется Все Выше 100 FPS Нет Никих Просадок До 99 И так Далее Все время Трехзначное Значение Ну и Как мы Видим Да Здесь 3900X Начинает Потихоньку Сдавать Вот Тут Типа 119 Против Там 125 Было Ну В принципе Опять же В принципе По большей части Паритет Но вот Как мы видим 110 124 115 122 А Все равно Где-то Вот На 10 Вот Так Вот Ну На 5-10 Кадров Все равно Horizon Zero Dawn Идет Лучше На 5900X Да Не принципиально В принципе Не такая уж Большая разница В FPS Но Тем не менее Как мы видим Да Действительно На 5900 Производительность Лучше Эликс 2 Тем временем Подготовил Для меня Приятный Сюрприз Если Опять же В начале Сравнительных Роликов У нас Опять же По большей части Паритет Сейчас мы Пробежим Всех вот этих Начальных Мобов Да В начальном ролике Взлетим в небо И собственно Как вы уже Можете увидеть Опять же Паритет Преимущество В FPS У 5900X По сравнению С 3900X Реально По ощущениям Приятнее Играть И вот Эликс 2 Это Как раз Та игра Где лишние FPS Прям очень Не помешают Особенно Когда Вот вы Из открытых Пространств Перейдете В города Где прям Идет Дроп FPS Я вообще Делаю Вывод В том Что Эликс 2 Она нуждается Как в Мощном Проце В производительном Так и В производительной Видюхе Вот сейчас Мы уже Перенесемся В форт И собственно Вы тут Увидите разницу В FPS Она тут Порой Достигает Аж целых Десяти кадров В секунду Иногда Даже И больше И да Тут Поставив 5900X Вы заметите Что Даже Вот В городах Где проблема С оптимизацией На 5900X Играть Прям Куда Приятнее То есть Если даже Сравнивать Вот Связку Ryzen 9 3900X И RTX 3080 И Ryzen 9 5900X И 3080 Да Ну Вы прям Заметьте Да Насколько Все Приятнее Тут Тут Уж Просадочки Аж до 40 кадров Бывают 5900X Ну 53 Короче Минимум Вот И опять же Там Летим Облетаем Форд Как мы Видим FPS При Одинаковой Видеокарте Больше Именно 5900X Да В общем Блин Конечно Зря Я Хайл 5900X Блин Киберпанк Меня Что-то Вообще Сбил На самом деле С толку Потому что Ну Вы сами Видели Там Паритет Везде Просто По FPS Ну Вот В других Играх Как мы Видим Да Преимущество Есть Причем Довольно Ощутимое Вот Поэтому Особенно Вот В LX2 Вот 5900X В LX2 Меня прям Очень порадовал Так что Всем рекомендую Ставить именно 5900X Если хотите Сыграть В LX2 Ну Ну Собственно Последний Тест На сегодня Это Бенчмарк Metro Isход Сразу Предвосхищу В этом Бенчмарке У нас С вами Будет Преимущество Ryzen 9 5900X Над Ryzen 9 3900X Но Оно Будет Очень Небольшим То есть Где-то Там 2-3-5 Кадров Вот То есть По сути Опять же Паритет Ну Вот Вы сами Видите Да То есть В большинстве Случаев Количество FPS Одинаковое Там В пользу 5900 Ну Там От 3-х Там До 5-6 Максимум Кадров И На что Меня Навивают Эти мысли Друзья У меня Складывается Такое ощущение Что При Включенном RTX Да Там Типа В тех Играх Которые Собственно Поддерживают Лучи Там Улучшение От Замены Парца На более Новый Но Либо Либо его Вообще Нет Как в Киберпанке Либо Оно Максимально Минимально Максимально Минимально Да Господи Ну вы поняли Да Смысл в том Что Получается Там видимо При включенных Лучах Идет Видимо Настолько Большая Нагрузка На видеокарту Что В принципе С включенным Рейтрейсингом Уже Не особо Важно Для системы Какой там У тебя Стоит Проц Вот Мне кажется Вся разница В этом Да Потому что Как вы Видели Вот те Игры В которых Нет RTX Нет Лучей Там Разница Прям Существенно Там 10 15 20 25 Даже Кадров Ну там И фреймрейт В принципе Высокий В обоих Случаах Но 5900x Там Явно Видно Что выигрывает Как то так Да И Вот еще В конце Что хотел Дополнить В обработке И монтаже Видео 5900x Реально Быстрее Реально Быстрее И Комфортнее Чем Ryzen 9 3900x Потому что Вот В Premiere Pro Сейчас Одно Premiere Pro 22 года Вот как вы Видите Вот даже В окне Превью Да Я ставлю Полное Качество И Даже При полном Качестве Вот он У меня 5900x Вообще Без лагов Без каких-то Там Тормозов Отлично Показывает Кадры Да Которые Я заснял 3900x Насколько Я помню Он Частенько Потупливал Частенько Пропускал Кадры Частенько Вот Я Нажимал Воспроизведение Роликов Да В превьюшке Он Подлагивал Было Такое В 5900x Вообще Все Прекрасно И Кстати Время Конечного Рендеринга Тут еще Быстрее С 5900x Поэтому Короче В рабочих Задачах Он реально Лучше Ну и Подводя Итог В принципе Вот Нашему Сегодняшнему Большому Обзору Че я могу Сказать Я вот Первым Тестировал Cyberpunk 2077 Блин Он меня конечно Вел В ступор Я уже думал Что Все Я шило На мыло Поменял Но В итоге Да Я потом Протестил Остальные игры И Как видно Да Там Проблема Собственно говоря В самой игре Потому что Cyberpunk Киперпанк Как я уже говорил Не особо Любит процессор От AMD Там Intel Всегда Быстрее В Киберпанке Были Но я Почему-то Блин Подумал Своей башкой Что Типа Если уж В Киберпанке Паритет Во всех Остальных Играх То же самое Будет Короче Расстроился Потом Думаю Дай Затестить Все остальное Что у меня Есть И вот Там Мафия Аликс 2 Метро Исход Хоризен Zero Dawn И вот Да Во всех Этих Играх Уже Явно Видно Преимущество Именно Более Нового Проца То есть Ryzen 9 5 900x Там Явно Быстрее И стабильнее Лучше Держит Выше FPS Чем Ryzen 9 3 900x И Я заметил Ребят Опять же Повторюсь Вот такую Закономерность То есть В тех Играх Где Включен И активно Работает Рейд Рейсинг То есть Трессировка Лучей Там Влияние Проца Либо Минимально Либо Собственно Говоря Ну и Собственно Изменения По Производительности Там Либо Вообще Нету Либо Оно Минимально Лучше И Наоборот В тех Играх Где Трессировки Лучей Нету Там Прям Действительно Видно То есть Там Где Вот Такая Чистая Производительность Да Без Вот Этих Всех Nvidia Примочек Там Реально Видно Да Что 5900x Он Куда Лучше Справляется Чем 3900x Хотя Опять же Оба этих Проца Обеспечивают Довольно Высокий ФПС И в принципе По ощущениям Вы даже Особо Не заметите Да Там Типа Что Тот же 5900x Он В некоторых Играх На 10 15 20 Кадров Быстрее Чем 3900x Но Тем не менее Ну Хотя бы Вот В играх Где нет Рейтрейсинга Там Действительно Заметно Влияние Того Что Да Ты поставил Новый камень И Игра Действительно Быстрее Бегает Вот Это здорово Так что Ребят Че я хочу Сказать В общем Да Я сначала Как-то Разочаровался 5900x Но потом Когда Уже начал Делать Более подробные Тесты В других Играх Все стало На свои места Отличный Проц Действительно Он Производительнее Чем 3900x Но Да Там Есть Некоторые Игры Там Хреново Оптимизированные И Тех В которых Есть Лучи Где Соответственно Какого-то Улучшения Производительности 5900x По сравнению С 3900x По сути Ты не увидите Вот Но Благо Большинство Игр Они как раз Такие Что Там Прям Явно Видно Преимущество 5900x Поэтому Я Процом Доволен Особенно После того Как Я сделал Даунвольтинг И Золочил По всем Ядрам 4.5 ГГц Он Перестал Быть Горячей Печкой И все Встало На свои Места Вот Поэтому Я рекомендую Вам Семь Сделать Так же Как Я Сделал В этом Видео Заундервольтить Поставить Если у вас Тоже 5900x Поставить По всем Ядрам 4.5 ГГц И Поставить Вольтаж На 1.2 Вольта И Получите В итоге Стабильную Систему Вот По рабочим Задачам Как я уже Сказал Все шикарно То есть Вот Превьюха Работает Без тормозов Да В полном Качестве Рендеринг Видео Тоже происходит Куда быстрее В общем Отличный Проц Ребят Всем рекомендую Только Не забудьте Его Несколько Малость Поднастроить Чтоб Не выглядел И не работало Как печка Ну вот В общем На этом Все Ставьте лайки Если Это видео Вам Понравилось Показалось Полезным И С вами был Тямыч Всем пока До скорых встреч Я на новом Проце Собственно Увидимся В скором Времени Пока Пока Субтитры Субтитры Субтитры